Точка кипения закипела Точка кипения по своей физической инфраструктуре Это по типу каворкинга По своей смысловой нагрузке Это пространство, которое позволяет Пермским сообществам изменять будущее Делать его желаемым Тем, которым хочется видеть в завтрашнем дне Для Перми это пространство Зона водяной перемирия Где сообщества могут встречаться Без обозначения своей корпоративной принадлежности И просто, прежде всего, выступать экспертами Специалистами Быть людьми, а не представителями Каких-либо организаций Поэтому зона водяного перемирия Где могут как раз рождаться проекты развития Именно в ключе будущего В общем, грубо говоря, это такое место Куда приходят специалисты И устраивают такой всеобъемлющий мозговой штурм Да, специалисты Но, тем не менее, и новичкам там найдется свое место Потому что, как раз, где бы нам прокачиваться Как не в экспертных кругах, будучи новичком То есть, перейти и послушать на уровень новичка Тоже можно Принять участие как эксперт Тоже можно Ну, в общем, это как раз история От А до Е Я уже сказал На счет самого открытия этого пространства Если в цифры перейти То, что из себя представляют Те два замечательных или три замечательных дня Два замечательных дня Площадка приняла около 1200 гостей Да, прошло более там 44 мероприятий В 12 ключевых темах И надо сказать, что своей экспертностью Она достаточно стала состоятельной 20 федеральных экспертов 30 региональных экспертов И все это как раз В ключе вот такого Залога кипения в будущем Ну, в целом, мне кажется, состоялось Состоялось Вот Какой-то отклик от федеральных гостей Есть ли? Все-таки 40 с лишним, да, у нас Точек кипения по всей России Хотелось бы, конечно, чтобы чем-то отличалась и пермская Пермская точка, она отличается тем Что ее уникальностью Или, как говорят, специализацией Стала тема технологического прорыва При этом, при всем Эта тема раскладывается на Три ключевых направления Без которого технопрорыв нам кажется В принципе невозможен Это направление, связанное с новыми практиками мышления Чтобы преодолевать интеллектуальные барьеры И интеллектуальные ловушки И здесь ядром является так называемый Пермский клуб мышления Второе направление Это образование 2.0 Все новые формы образования От школы до уже возрастного поколения И все, что связано с послевузовским образованием Это та история, когда мы можем говорить Что человек обучается на протяжении всей жизни Сквозное обучение И третье направление Это национально-технологическая инициатива Как создавать именно экосистемные условия Для того, чтобы первые технологические компании Стартапы попадали на мировую арену Соответственно, в трех ключевых направлениях И в дальнейшем будет строиться основная деятельность А какой-то вполне конкретный задел В эти два дня произошел Там все-таки очень много мероприятий было И судя по тому, сколько экспертов И с федерального уровня И регионального уровня выступало Все-таки должны были к чему-то, наверное, прийти Совершенно верно Мероприятия строились в двух ключах Первый ключ Это были, скажем так, мероприятия Связанные с просвещением Такой попсовый характер Просветительский характер А второй ключ заключался в том Что была экспертная работа И в некоторых направлениях Как раз коллеги-эксперты Ставили конкретные прикладные задачи Ну, например, в треке Кружковое движение Национально-технологической инициативы НТИ Ставила задача разработать проект Развития кружкового движения В Пермском крае На ближайший трехлетний период И на самом деле состоялось То есть появился материал Который нам позволяет говорить о том Что в ближайшее время Кружковое движение в регионе Может быть запущено Уже даже какая-то дорожная карта на три года, что ли? Да, совершенно верно Коллеги именно генерировали В рамках своей стратегической сессии Дорожную карту на три года Был, например, трек Связанный с технологическим прорывом Для Пермского края Где задачей стояло Определить технологическую специализацию При Камье И определить дорожную карту Существления технологического прорыва Тоже состоялось Была презентация Клуба мышления Перм Где как раз собирались Различные пермские школы Кто занимается развитием мышления И их как раз Следующий шаг Как они обозначили Это онлайн курсы По развитию мышления Ну то есть каждый трек Так или иначе Сделал Именно прикладной шаг И это очень здорово Это создает заделы Для дальнейшей работы Николай, как правило На открытии больших пространств Больших мероприятий С точки зрения организатора Ты сразу же видишь Некие недочеты в работе Которые нужно исправлять В ближайшее время Ну или на дальнейшую перспективу Вот в вашей работе Нашлись такие места? Слушайте, ну конечно Два дня был хороший здоровый Краш-тест этого пространства И с точки зрения физической инфраструктуры Мы нашли пул рекомендаций От гостей по желанию Кому-то надо сделать Чтобы поверхности для рисования Было больше Кому-то необходимо С точки зрения инженера Привести вибрацию стекол В соответствии Но такие приятные замечания Поступали именно в ключе рекомендаций Ну и конечно люди Относились к смысловой повестке Дальнейшей работы Это тоже очень важно Что бы они хотели видеть В качестве следующих мероприятий Какие мероприятия Они сами предлагают Для повестки точки кипения И это здорово Потому что сейчас Получив огромную обратную связь По всему тому Что произошло Мы понимаем Что нет предела совершенства И старт как раз В виде краш-теста Показал, что Есть куда дальше расти Вот дальнейшая работа Точки Как она будет строиться? Каждый день Мозговой штурм? Или раз в неделю Какое-то большое мероприятие? Что нам ожидать? И то, и другое Есть открытый План график проведения мероприятий Если мне память не изменяет Сейчас в сетке стоит Как говорится на карандаше Более двухсот мероприятий На предстоящий год Где каждый желающий Может внести свою инициативу Или абсолютно бесплатно Принять участие В том мероприятии Которое он увидит И это вот как раз Те мероприятия В направлениях О которых я говорил Образование Мышление Здесь надо подчеркнуть Здесь надо подчеркнуть Что все-таки Это все бесплатно Это бесплатно Принципиальное требование Этой площадки Это то, что все мероприятия Проходили для их участников Абсолютно бесплатно И для организаторов Поэтому welcome Чтобы понять, что Точка кипения Работает эффективно Какой здесь все-таки Будет главный показатель? Потому что Каждый день Штурмоваться это здорово Все-таки хочется результат Да, ну понятно Что такими Очень быстрыми Но недостаточно Обозримыми показателями Вступает количество Мероприятий Участников в них Ну это как это Огонь кипения Да, градус кипения Показывает, что происходит Но в идеале Мне бы хотелось Чтобы рождались Межкорпоративные Междисциплинарные Проекты Проекты между сообществами Именно в залоге развития То есть проекты развития Направлены на изменение Будущего Получение именно Желаемого будущего Это то, что на наш взгляд Можно всерьез Измерять И давать уже Обстоятельную оценку Деятельности точки кипения То есть если будут Проекты развития Такого Междисциплинарного Межкорпоративного уровня То значит Точка закипела По-настоящему Ну если все-таки На примере разобрать Не знаю Там В ходе Какого-либо Какого-либо трека Рождается некая идея Связанная Не знаю Раз уж там Самая популярная Тема у нас Цифровизация Ну чем-нибудь связан С этим Цифровая бухгалтерия И так далее И это вдруг Переходит на уровень региона Вот это и есть Конечная цель Конечно Один из примеров Это история Это история Когда проекты Получают Своё внедрение В регионе Да Там проекты Будучи там Из области Там связаны С цифровизацией Производства Госуправление Здравоохранения Тоже вполне Приветствуются И они являются Желаемыми На этой площадке Ну вот Соответственно Когда мы Там Говорим о каком-то Примере Если это будут Проекты Там Социального Там Коммерческого Или некоммерческого Характера Все вот эти проекты Они вполне себе Попадают Как их идентифицировать Ну Нет строгих критериев Что вот этот проект Относится К показателям успеха Или вот этот проект Главное Чтобы они были Именно В ключе Межсообществ Вот это Самое важное Господин Силинг В интервью Антона Шибанова Говорил о том Что все эти Точки кипения Все что есть сейчас По России Их будет Насколько я помню До конца года Около сотни Да Они неким образом Друг с другом Взаимодействуют Вот Буквально В паре абзацев Каким образом Смотрите Сегодня Проходит по всей стране Техническая И технологическая Обвязка Всех этих пространств То есть Их пытаются Замкнуть В единую Коммуникационную сеть Для того Чтобы проводить Совместные Онлайн трансляции В мероприятии Проводить Совместные совещания Мозговые штурмы И так далее И плюс Генерить Совместный Видеоконтент Который будет Выкладываться В открытом доступе Это такая Техническая Обвязка Вот Сейчас же Уже есть Организационная Такая обвязка Она связана с тем Что как раз Точки делятся С своими спикерами Точки Дают обратную связь На предмет того Какое мероприятие Какой формат Мероприятия Более удачные Выигрышные По сравнению Там с другими Вот И соответственно Это такое Совместное поле И экспертов И контента И при том Что сейчас Сеть Начинает Приобретать Еще международный Характер То есть В планах Открытие Еще n-ое количество Точек За рубежом Соответственно Точки Приобретут Еще Такую Внестрановую Очень важную Повестку Соответственно Вот такая Сеть С помощью которой Можно действительно Обмениваться И сегодня Это уже происходит Пока В большей степени Физическим Образом В ближайшее время Я думаю Цифровой прорыв С точки зрения Коммуникации Точно Существится Вот на этом Предлагаю Закончить Нашу беседу Спасибо большое Николай Косвинцев Руководитель направления Экосистемы НТИ В Пермском крае Был в студии РБК Перм Обсуждали мы Будущее Нашей Пермской Точки Кипения